Русские новости для человека читающего, не просто читающего, но и ищущего в том, что прочитано, какие-то глубокие смыслы и свой мировоззренческий выбор. Я представляю сегодня шикарное издание «Императорский престол» и «Дом Романовых». Вот так замечательно изданная книга, к сожалению, очень небольшим тиражом. Издательство «Вечи», 2016 год, свежее издание. На совершенно замечательной бумаге с уникальными иллюстрациями, цветными иллюстрациями, документальными фотографиями. Автором этого издания является историк Евгений Алексеев. Это уже не первая его книга, с которой я знакомлюсь. Издание носит просветительский характер. Вечер во многом по-иному предлагает взглянуть на историю России, на историю, именно на имперский период истории, который чрезвычайно ценен для нас. И именно этот период заложил основу нашей государственности, нашей культуры и вообще понимание русского. Что есть русское в современной истории без имперского периода понять невозможно. И те, кто отрекается от этого периода, отрекаются и от русского имени, от русской предыстории. Автор пишет, среди так называемых монархистов-непредрешенцев в России бытует мнение, что дом Романовых навсегда утерял престол, и что если и будет восстановлена монархия, то новым монархам будет достойнейший. И вовсе не обязательно, что это будет представитель царственной династии Романовых. Мы данную позицию не только не поддерживаем, но и считаем ее полностью антимонархической своей основе. Мы уверены в одном, если императорский престол и будет восстановлен в России, то его обладателем может стать только подлинный наследник российских императоров, а не какой-либо выдвиженец плутократии или мафиозных кланов. В противном случае это будет псевдомонархия во главе с лжемонархом. Соединить Первую Российскую империю 1721-1917 с будущей Второй Российской империей можно только через легитимного императора, в котором будет течь кровь российских самодержцев. Все прочие варианты есть авантюризм и самозванческие эксперименты, не имеющие к подлинному восстановлению Российской империи и русской монархии никакого отношения. Я в полной мере разделяю это убеждение автора и считаю, что все русские люди должны следовать именно такому выбору, а не какому другому. При этом надо понимать, что такое законы, российские законы престола наследия, и что в династию Романовы включаются именно те, кто по этим законам имеет права на престол наследия по определенной очередности. Здесь не стоит следовать аналогам общеизвестным от отца к сыну, потому что династия не раз подвергалась чудовищным уничтожениям и уничтожениям наследников в 1917-1918 годах. И последующие трудности жизни в эмиграции, конечно, серьезным образом осложнили понимание того, кто же является наследником российского престола. Автор пишет, что советская и постсоветская историографии пытались и пытаются утвердить материалистический взгляд на исторические процессы и попытки доказать, что все предопределено объективными законами истории. Это не оставляет российскую историческую науку до сих пор. Хотя если быть до конца справедливыми и действительно объективными, то надо признать, что историю делают конкретные люди, которые руководствуются своими идеалами или корыстными интересами. Вот такое понимание истории, в котором есть объективная и субъективная, субъектная сторона, как раз и приводит русских людей к правильному пониманию, что случилось с нашей страной и что будет происходить в ближайшее время. Чрезвычайно важным для исторической науки являются публикации документов в этой книге, которые относятся и к прежним временам, и к современным временам. И фактически впервые обнародуются оригиналы заявлений князя Николая Кирилловича Романова о принятии им православия, о принятии на себя православной имени, об утверждении герба, нового герба князя императорской крови. Здесь приводятся документальные эскизы этих гербов. Малого и большого герба. Чрезвычайно важной является публикация высочайшего манифеста. Князь Николай Кириллович, принц Ленингенский, поразглашает себя императором Николаем Третьим, Божьей милостью. Это означает, что им принимаются на себя все права и обязанности, следующие из наследования Российского престола. И утверждается очень важное политическое решение. В этом высочайшем манифесте говорится, тысячу лет разделена была христианская римская империя между Востоком и Западом от коронации императора Запада, предка нашего Карла Великого, до распуска Священной Римской империи германской нации. Но ныне нет никого, кто может избрать императора Священной Римской империи германской нации. Отныне объявляем, что Божьей милостью нераздельный наш престол объединяет и Восток, и Запад, и все христианское наследие римской истории, а также вновь обретенные многие земли и народы христианского мира в Новом Свете, Африке, Австралии, на островах. Ибо наступило время, христиан теснят, христианская церковь больше не едина, христианские монархи, ограниченные властью толпы, а миряды иноверных пришельцев из безбожных растлителей, ежедневно разрушают веру и культуру христианских народов. Мы возбегаем престол римских, византийских и российских императоров, как оплот христиан, защиту веры, традиции и наследия предков. И да придут к нам все верные Господу. Этот высочайший манифест был подписан 31 марта 2014 году. Должен сказать, что это очень важное решение, которое показывает, что помимо претендующей или претендовавшей некоторое время на престол Великой княгини Марии Владимировны и ее сына, наследника Великого князя Георгия Михайловича, появляется еще одна ветвь, которая вполне может занять Российский престол, и все основания для этого имеются. Какой-либо конкуренции я здесь не вижу. Для Великой княгини Марии Владимировны ее миссия сохранения монархического наследия закончилась. Закончилась одновременно и с публичным признанием того, что данный ветвь династии ни на что не претендует и фактически занимается только благотворительностью. Закончилась с признанием всех партий в Российской Федерации равнозначными, включая наследников большевиков, коммунистов. И закончилась объявлением со стороны Великого князя Георгия Михайловича, что он готов переступить через законы престола наследия и жениться на так называемой Золушке. То есть не на принцессе крови, а на обычной даме сердца своего, что в общем-то не запрещено, но прекращает какие-либо возможности занятия его потомков престола Российской империи. В данном случае ветвь Ленингенов, имеющая прямое отношение к Российскому императорскому престолу, вполне может в своих недрах вырастить будущего Российского императора монарха, на что мы и рассчитываем. Возникновение новой ветви очень серьезный шаг, потому что к правам престола наследия Великой княгини Марии Владимировны возникли множество возражений, которые ставят под сомнение ее права, тем не менее ее заслуги бесспорны. Действительно, в течение многих лет Великая княгиня сохраняла монархическое наследие, поддерживала Российский императорский дом, на главенство, в котором никто не мог претендовать, и вся критика, которая неслась в ее адрес, относилась к людям, которые монархических взглядов не придерживались, в том числе и от тех, кто числил себя потомками династии Романовых. Ну, это потомки от марганатических браков, то есть не имеющие отношения к династии. Поэтому вся их критика не стоит ничего, как и критика таких специфических городских сумасшедших, которые и до сих пор бродят по интернет-изданиям и рассказывают о том, как они ненавидят российскую монархию и конкретно Великую княгиню Марию Владимировну. Ее кровное родство с российскими императорами совершенно бесспорно, но под сомнением оказался брак ее отца и равнородность этого брака. Далее мы перейдем к другой книге. К другой книге это два тома, которые я получил и благодарю автора Станислава Викторовича Зверева, «Красноярского историка». Это два тома из многотомного издания «Генерал Краснов. Монархическая трагедия». Это очень качественная историческая литература. Нельзя уже сказать, что она является просветительской, но для многих людей она может служить просветительской книгой, просветительским изданием. Здесь с великолепной тщательностью подобраны все детали, которые связаны с жизнью известного генерала Петра Краснова. Эти подборки делаются так, как должны делать их историки, без всяких заискиваний перед своим героем, а именно то, что было аналитическое исследование всех исторических свидетельств, всех мемуарных сочинений с учетом личностей тех, кто эти монографические книги писал. Вот Станислав Зверев как раз и выпустил такую книгу, и наша история рассматривается через Петра Краснова, его судьбу и все то, что происходило вокруг него. Здесь несколько блоков, которые позволяют оценить жизнь и деятельность Петра Краснова. В данном случае издание заканчивается 2019 годом. Последующие издания, я надеюсь, прольют свет на достойное поведение Петра Краснова и в период его жизни за рубежом. Открывая первую книгу из тех, что попало мне в руки, я вижу очень подробное, достойное рассмотрение вопроса о том, кем был Распутин. И опровержение тех мифов, которые создавались еще в период, который автор также называет периодом информационной войны с самодержавием, он подробно рассматривает, кто и как создавал миф о Распутине, совершенно лживый, грязный и направленный против монархии. К сожалению, в распространение этого мифа втянулись очень многие монархисты. Автор пишет, «Шокирующий низкий уровень исторических познаний непременно необходим для поддержания ненависти к империи». Так пишут, «Царь за все отвечает, раз произошла революция, то он виноват. За верой в ложь, состряпанную во имя революции, логически следует приветствие измены и убийств. Таков механизм сокрушения империи, существующий по сю пору». Царь отвечает за государственное управление, защиту церкви и жизни подданных. Он не отвечает за создаваемые в обществе сплетни и не может предотвратить появление в газетах вымышленных данных. За всеми этими сочинениями не уследишь, хотя меры для прекращения упоминания Распутина в печати предпринимались. Распространение лжи Распутине следовало пресечь, но таковы издержки свободы при монархическом строе. Настолько был свободен этот строй, что позволял развиваться свободной публицистике. К сожалению, она развелась совершенно не в ту сторону, в сторону лжи и фальши, которая продолжается и теперь. Клеветана императора продолжается в многочисленных изданиях, которые являются общедоступными, и на телевидении, где множество передач, повторяющие вот эти мифы, мифы о Распутине, мифы о Николае II, о его семье. Грязные, отвратительные мифы. Автор пишет, несостыковки скандальных выдумок можно было заметить при пристальном их рассмотрении и сопоставлении. Этим трудом столичное общество не занималось, оно радовалось скандалам и разносило басни о преступном Распутнике. Православный странник из народа был им неприятен. Вот будь Распутин революционером и террористом, легко мог бы завоевать у интеллигенции популярность. Надо сказать, что генерал Петр Краснов не избежал заражения вот этими мифами о Распутинщине, и он тоже поддался этим мифам в своих сочинениях, но затем с течением времени понял свою ошибку. И важно, что исследователь показывает, как изменились взгляды прославленного генерала, воевавшего, проливавшего кровь за родину во время Первой мировой германской войны. И он пишет, как и какие мифы были подготовлены в период информационной борьбы с самодержавием, которые действуют и теперь. Вот эти мифы. О превосходстве демократической системы над самодержавной, о слабоволе императора и его неспособности править страной, об истеричной немке императрице, о развратном распутнике Григория Распутине. На основании этого удалось создать легенду о сепаратном мире и предательстве, которое будто бы во дворце и вокруг государя императора образовалось. О всесилии Распутина, о катастрофе, в которую они вместе привели Россию. Без всякого лукавства автор пишет о своем герое. Если император хорошо знал Краснова и ценил его стойкую борьбу за самодержавие и национальную культуру, то Краснов в решающее трудное время недостаточно верил царю, иначе не вложил бы в эпопею России длинный ряд суждений и не поддерживал там чужие обвинения. Но туман обмана постепенно развеивался в сознании генерала. К 1923 году он убедился, про государя и императрицу были пущены самые гнусные слухи. Я не буду пересказывать всю эту книгу, тем более, что я еще не успел ее полностью прочитать. Вот два этих тома я демонстрирую. Но рекомендую каждому найти эту книгу. Издательство «Тренд. 2015 год. Генерал Краснов. Монархическая трагедия. Станислав Зверев. Красноярск». Я считаю, что эта книга должна быть в каждой библиотеке достойного русского человека. Надеюсь, что весь труд историка будет издан полностью и будут развеяны клеветнические осуждения о генерале Краснове, как о предателе. Никаким предателем он никогда не был. Если он боролся с большевиками, то боролся до конца своих дней и отдал свою жизнь. Сталин был убит Сталином вне всяких законов, вне всяких прав. Убит, его тело было сожжено и их прах был развеян. Вот такова трагическая судьба генерала Петра Краснова, который, конечно, заблуждался во многих вопросах и в период Великой Отечественной войны. Он не был на стороне Сталина, но он не был и на стороне Гитлера, как многие считают. И как попытался представить всю эту историческую подоплеку Сталин и его гнусное окружение, осудившее Петра Краснова, действительно патриота, генерала, проливавшего кровь за страну, героя русской истории. Петр Краснов, безусловно, трагическая фигура русской истории. И через его личную трагедию многие аспекты русской истории можно и нужно изучать. И только таким образом можно проникнуть в загадку русской истории и сформировать правильное понимание не только исторических событий, которые происходили в 20 веке и задолго до 20 века. Но и сформировать свою позицию в отношении тех событий, которые происходят или могут произойти в нашей стране. Определить, что есть в стране совершенно неприемлемое, подлежит уничтожению. И что для нашей страны необходимо. Какие государственно-политические реформы являются насущными. Должны произойти немедленно, в течение очень короткого срока, чтобы страна была спасена. И чтобы личные трагедии лучших людей России 20 века не превратились в единую общую трагедию, которая завершит русскую историю. Мы этого допустить не должны. Поэтому в русском движении должны опираться на те мировоззренческие основания, которые были сформированы в период истории, называемом имперский. Мы все должны быть русскими националистами имперского типа. А не анархистами, не сепаратистами, не разного рода мозгоблудами, которые только придумывают, почему бы им ненавидеть Россию. Имперскую, доимперскую, христианскую, советскую. Любую Россию эти люди готовы ненавидеть лишь для того, чтобы побольше навалить разных слов и заставить вокруг себя суетиться несколько десятков почитателей. Таких сектантов у нас достаточно много. Мы же должны сформировать не какую-то очередную секту или какую-то крошечную партию. Мы должны сформировать сначала ядро и вокруг этого ядра вырастить русское политическое движение, которое восстановит русскую нацию в полных правах, восстановит суверенитет нации и создаст на основе русских национальных интересов русское национальное государство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова